Более 50 любителей программирования и сборки умных машин на одной площадке. Так, в Махачкале проходит чемпионат по робототехнике. В Дагестане это направление весьма популярно. С молодыми талантами познакомилась и моя коллега Зумруд Гамидова. До чего техника дошла? Роботы покоряют просторы Дагестана под руководством юных конструкторов. Никакого дистанционного управления. Машина заранее запрограммирована на поставленные организаторами задачи. Эти роботы из Лего – настоящие сумоисты. Их цель – вытолкнуть противника за пределы ринга. А этот робот-чертежник. Он двигается по строго заданному курсу. Изобретателям этих чудо-машин нет и 10 лет. Мы должны разобрать робота и на память его собрать. Потом мы будем его тестировать на этой площадке. То, что там можно физические тела программировать. Не просто спрограммировать, но и управлять всякими компьютерами. Для Джалала это первые соревнования. Робототехникой мальчик занимается всего два месяца. А начиналось все с обычных конструкторов Лего. Этот прототип робо-сумо мальчик сделал самостоятельно. В сборке и программировании проблем не возникло. А вот над системой управления пришлось поработать. Я с самого детства Лего занимаюсь. У меня очень много Лего дома лежит. Главные критерии выбора – скорость и качество сборки машины. В зачет шли точность выполнения задач, выбор маршрута и конструктивных решений. Для участников умных соревнований это уже не просто увлечение. Многие намерены связать свое будущее с робототехникой. Это направление стремительно развивается и становится все популярнее в нашей республике. Мне нравится то, что связано с техникой, с роботами. Поэтому решил. Уже как-то определился с выбором профессии? Да, инженерия, в ту сторону. Навыки, которые ты здесь приобретаешь, тебе наверняка пригодятся? Ну да, есть программирование, сборка конструктора. Соревнования уже носят ежегодный характер. В этом году были новые технические задания. Становится все интереснее, а количество юных специалистов с каждым годом только растет. Этот чемпионат по робототехнике предназначен для популяризации. Популяризация робототехник вообще в республике, как в республике, так и по всей России. И очень отрадно, что у нас количество участников, с каждым годом мы сейчас проводим второй республиканский чемпионат по робототехнике, у нас все больше увеличилось количество участников. Это нас радует. Как говорят организаторы, образовательная робототехника – это не игрушки, а вклад в будущее ребенка, в которых в течение сегодняшнего чемпионата он, несомненно, был вложен.